Ребят, всем привет! Я рада видеть вас на моем канале и в сегодняшнем видео мы с вами начнем сезон подготовки к новогодним праздникам. Конкретно на YouTube это всегда означает сезон различных топов, лучших средств за год и, конечно же, сезон видео про новогодние подарки. В сегодняшнем видео мы с вами будем открывать большую коробку, которая мне сегодня пришла в пиар-рассылке от бренда E.Frocher. Выглядит она вот таким вот образом. Она достаточно увесистая, потому что, зная E.Frocher, вы уже можете догадаться, что там полно всяких гелей для душа, скрабов для тела и вот подобных средств. В общем, я в этой коробке немножечко уже покопалась, совсем чуть-чуть, и хочу вам показать, что в ней было. Таким образом мы с вами сможем получить некоторое понятие о том, какие средства войдут в лимитированную коллекцию рождественскую в этом году от E.Frocher. И сможем оценить вообще, стоит ли заходить в этот магазин, чтобы купить какие-то новогодние, может быть, рождественские подарки для своих родных и близких. Итак, давайте открывать эту огромную коробку и посмотрим вместе, что в ней находится. Кстати говоря, там некоторые средства, ну прям очень-очень интересные. Это в первую очередь касается декоративной косметики. Итак, открываем. Открывается она вот таким вот образом и начинаем доставать. Здесь, кстати, меня сразу ждал вот такой вот буклет с лимитированными коллекциями. И, в общем, лимитированных коллекций в этом сезоне две, именно что касается ухода за телом. Одна из них это ваниль и вторая это ягоды. Ну, собственно, два вот таких вот ведущих аромата. В общем, давайте доставать все средства просто по очереди. Буду вам показывать, как они выглядят и рассказывать, как они пахнут. Вот. Первое, что я достаю, это вот такая вот парфюмированная свеча, которая называется «Зимние ягоды». Это первая, точнее, вторая из лимитированных коллекций. И фрошей не так часто балуют нас именно парфюмированными свечками. Они у них очень хорошие. У меня, кстати, есть одна свеча от них. Она у меня стоит где-то вот здесь вот у меня над головой на полочке. И хотя я ее довольно редко зажигаю, она вот сама по себе до сих пор источает очень приятный аромат. Ну что ж, давайте откроем вот эту вот новую свечку и тоже, ой, понюхаем, как она будет пахнуть. Есть небольшая проблема, которая заключается в том, что у меня немножко заложен нос. И поэтому я не могу как бы максимально прочувствовать все ароматы. Но я очень постараюсь. Я очень постараюсь их обонять и рассказывать вам. Итак, ну, на мой взгляд, это действительно очень приятный аромат. Это действительно что-то похожее на какие-то ягоды. На самом деле, больше всего это похоже на такую клюквенную отдушку, которую очень часто добавляют именно во всякие вот средства, которые выходят ближе к Новому году. Ну, такой, знаете, традиционный аромат, который вот именно больше как-то напоминает про рождественские всякие коллекции. Ну, как всегда, свечка очень симпатичная. Она немножко поменьше, чем, например, та, которая есть у меня. Но тоже вот в таком вот матовом крашенном стаканчике. Очень даже миленькая. Мне кажется, что такую свечку очень даже неплохо подарить какой-нибудь своей коллеге, которая ее сможет поставить к себе на рабочий стол и наслаждаться просто тем, что вот от нее исходит аромат. Я думаю, что на рабочем месте очень мало кому разрешают зажигать свечи. Но если вам разрешают, это здорово. Вы можете этим наслаждаться. Но не забывайте про пожарную безопасность. Мы продолжаем с этими зимними ягодами. И следующее это вот такой вот большой гель для душа. Здесь 400 миллилитров. И написано, что это гель для душа и ванны с ароматом спелых зимних ягод. Итак, давайте тоже его понюхаем. Ну, в принципе, у него такой даже более стандартный аромат. Вот именно такая ягодная душка, которая часто бывает в гелях для душа. Но очень приятный и здорово, что его можно также использовать в качестве, как я понимаю, пены для ванны. Потому что вот именно, знаете, когда гель для душа способен еще давать очень много пены, его можно использовать как два в одном. Это вообще здорово. Дальше давайте достанем что-нибудь из коллекции с ванилью и тоже это понюхаем. Итак, что это у нас такое? Гель для душа и ванны снежная ваниль. Окутайте себя сказочным ароматом снежной ванили. Вот так вот он выглядит. Итак, что же это за аромат? Я вообще, честно говоря, небольшая любительница именно каких-то кондитерских ароматов. В частности, запаха ванили. Но, может быть, он мне понравится. Вообще, да, он достаточно приятный. Он совсем не навязчивый. То есть, это не вот такой вот стандартный, очень-очень сладкий, очень приторный аромат ванили, а более сдержанный. Мне он напоминает некоторые духи, в состав которых входит именно такой ингредиент, как ваниль. Очень приятный. Я бы сказала, что вот даже мне, абсолютно не любителю стандартного аромата ванильного, он понравился. Очень даже неплохой запах, если вы любите вот именно такие более сладкие ароматы. Я думаю, что он вам точно понравится. А если вы их не любите, то он вам понравится, скорее всего, вопреки. Так, дальше нас здесь ждет жидкое мыло для рук зимней ягоды. Но я думаю, что его мы нюхать не будем. Я думаю, что примерно так же оно пахнет, как и предыдущие средства. Еще здесь есть вот такой вот сахарный скраб для тела, также с ароматом зимних ягод. И здесь достаточно немаленький объем, 150 миллилитров. Ну, скажем так, он не маленький, но и небольшой, потому что часто бывает, что именно всякие вот эти лимитированные коллекции включают в себя вот такие вот малюсенькие баночки скраба для тела, которые больше похожи на пробники. И, соответственно, совершенно непонятно, куда их применять, потому что их хватает ровно на одно использование. Ну, вот такая баночка, по-моему, вполне себе достаточно, чтобы использовать ее, ну, раз, наверное, пять или четыре. Давайте все-таки ее откроем и попробуем, насколько этот скраб имеет крупные частички в своем составе. Посмотрите, какой он густой. Он больше похож даже, наверное, на какое-то сливочное масло. И, ой, он прям очень такой густой. Вот так вот. Если вы его начнете трогать, он действительно напоминает масло. Ну, что-то там, по-моему, не очень какие-то интенсивные скрабирующие частицы. Это похоже на такое, знаете, густое маслице с небольшим количеством сахара. Но пахнет очень приятно. Я бы сказала, что вот это средство пахнет более приятно, чем, например, даже свечка парфюмированная и чем гель для душа, потому что аромат здесь очень-очень нежный и совсем не навязчивый. Вот мне прям очень понравилось. Я первым делом, после того, как, ну, когда, точнее, в следующий раз буду применять душ, обязательно его попробую. Прям очень такое интересное средство. Так, что у нас здесь дальше? Давайте немножко ускоримся, потому что я очень хочу вам скорее показать декоративную косметику, которая очень интересная. И я думаю, что вас она тоже особенно сильно заинтересует. Следующее это, опять-таки, снежная ваниль. Вот такой шелковый бальзам для тела. Его давайте тоже откроем и посмотрим, что же это такое. Кстати, вы заметьте, какой хитрый оказался бренд Иф Роше. То есть, они выпустили в двух вот этих вот линейках не абсолютно одинаковые средства. То есть, в одной линейке там скраб, гель для душа, еще что-то. А все-таки они немножко отличаются, чтобы у покупателей, соответственно, была потребность купить и ту, и другую линию. Итак, давайте откроем. Вот так вот он выглядит. Он тоже очень... Ой, он, знаете, как будто какой-то холодненький такой. По текстуре он очень-очень густой, похож на какой-то супер густой крем. И пахнет очень хорошо. Прям такой тоже нежный аромат. Вообще удались, мне кажется, в этом плане новинки у Иф Роше. Вот эта лимитированная коллекция, потому что часто с лимитированными новогодними коллекциями есть такое явление, что ароматы слишком интенсивные. И если уж, знаете, если уж корицу добавлять, так корицу. Если уж там какие-нибудь мандарины, так сыпать от души вот этой вот парфюмированной отдушке. А здесь все очень как-то так в меру получилось. Итак, ладно, давайте быстренько опять же пройдемся по оставшейся вот этой уходовой косметике и перейдем уже к декоративной, потому что мне прям не терпится вам ее показать. Вот такой вот маленький наборчик кремов для рук. Что у нас здесь? Бурбонская ваниль, манго, кориандр, олива и кокос. Два из этих ароматов это постоянные. Наверное, все эти ароматы в принципе это постоянные ароматы в линейке Иф Роше. По крайней мере, есть такие же гели для душа, и они сами по себе очень приятные. Вот такой набор можно просто подарить, опять же, допустим, коллеге на работе или взять и купить его, и потом эти кремы отдельно всем раздаривать. Я помню, что я уже, по-моему, и в прошлом году, и в позапрошлом году, когда делала новогодний гид по подаркам, говорила про то, что вот такие маленькие симпатичные кремы для рук, это всегда такой недорогой и хороший подарок для каких-то своих, опять же, коллег. Ну, знаете, для тех, кому хочется что-то подарить, но скорее вот из разряда каких-то больше сувениров. И поскольку мне не нравится дарить именно сувениры, которые абсолютно бесполезны, мне кажется, что вот такие вот маленькие кремы для рук, они всегда полезны и всегда приятны. Что у нас здесь дальше? Здесь у нас, по-моему, большой крем для рук. Да, вот такой, вот опять с ароматом этих спелых зимних ягод. И дальше еще нас тут ожидает лосьон для тела с ароматом снежной ванили. Ну, в общем, мы все это с вами уже понюхали как следует, поэтому не будем останавливаться. А, вот это вот туалетная вода тоже с ароматом снежной ванили. И она очень понравилась моему мужу, как она пахнет. Он сказал, что это неожиданно приятный аромат, потому что он вообще не очень хорошо как-то относится к любым духам, а вот эти ему понравились. И самое последнее из уходовой косметики – это вот такой вот маленький наборчик, который называется «Снежная ваниль». Ну, это уже такой вот чисто подарочный вариант. И здесь в состав входит маленький гель для душа и ванны, крем для рук, молочко для тела и бальзам для губ. Поэтому, если вам безумно нравится вот этот запах ванили, или вы знаете кого-то, кому он также безумно нравится, это вполне себе неплохой вариант. Ну, хотя, опять же, это все, вы знаете, в размерах пробников, кроме бальзама для губ. Поэтому это уже, как вы решите, логично ли дарить такой наборчик. Кстати, напишите, пожалуйста, в комментариях, хотите ли вы, чтобы я именно показывала вам какие-то лимитированные вот эти рождественские рассылки от брендов, потому что, ну, это, знаете, такой вопрос. Мне кажется, это было бы интересно, потому что таким образом, опять же, мы можем посмотреть, что какой бренд нам предлагает покупать в качестве подарков на Новый год. И, соответственно, вот это все сравнить и понять, куда же нам все-таки нужно идти, когда мы будем покупать, наконец, эти подарки. Поэтому, пожалуйста, напишите в комментариях свое мнение по этому поводу. А мы с вами, наконец-то, добрались до самого-самого интересного. Это то, что у нас осталось на дне вот этой коробки, и это декоративная косметика. И вот здесь у нас пойдет самая такая предновогодняя жара, потому что здесь две палетки теней, а также куча новых помад и новые средства для бровей. И эти средства для бровей меня очень сильно интересуют. Я не хотела их открывать до этого момента, потому что я хочу, чтобы мы их с вами вместе открыли и посмотрели на них поближе. Первое, что я вам хочу показать, это вот такая вот палетка, которую я уже попробовала. Это единственное средство из всей вот этой коробки, которую я на себе уже протестировала. Она сейчас у меня находится на глазах, и вы, собственно, можете увидеть, как она выглядит в результате. Это именно лимитированная палетка, то есть у них есть в постоянной коллекции вот такие палетки в двух оттенках. Одна палетка, по-моему, в более таких серых, сине-серых, и одна палетка в более нюдовых, коричневых. А вот это сочетает в себе и то, и другое. Тени оказались, на удивление, хорошими. То есть, если вы смотрели мое видео «Классные и ужасные» от Ифраше, вы помните, что мне далеко не все тени от этой компании нравятся. И мне кажется, что тени это то средство, которое, ну, вот не особо удается Ифраше. Хотя я помню, я похвалила четверки теней и поругала однушки теней, потому что они все очень разные по качеству. И вообще там совершенно как-то неожиданно. Хороший получится оттенок, плохой оттенок. Совершенно вообще как-то непредсказуемо. Здесь оказалось, что все они качество имеют очень приличное. Причем здесь есть матовые оттенки, здесь есть оттенки сатиновые. И такие оттенки, знаете, наполовину какие-то сатиновые, наполовину шиммеров. Не совсем понятно, потому что шиммер здесь не очень-то и явный. Хорошие тени, мягенькие, хорошо наносятся, очень хорошо растушевываются. И, кроме того, они еще очень пигментированные. Что, кстати, не всегда является сильной стороной теней от Ифраше. Единственный момент, что они осыпаются. Темные оттенки осыпаются под глаза, но совсем немножко. То есть никаких там прям серьезных каких-то осыпаний, таких грязных вы не устроите себе. Так что могу вам посоветовать. Я, кстати, хочу еще потестировать вот такие вот палетки именно в постоянных оттенках, чтобы как-то больше сформировать свое мнение. Но вот, мне кажется, рождественская палетка им удалась однозначно очень-очень хорошо. Итак, средство для бровей. Очень-очень интересная новая вещь. Это вот такие вот крошечные карандашики. Наконец-то у Ифраше они тоже появились, потому что раньше у них был, собственно, в продаже один-единственный карандаш, которым я, кстати, очень часто пользуюсь. Вот так вот он выглядел. Карандаши эти представлены в трех оттенках. Это оттенок пепельный, то есть для блондинок оттенок шатен и брюнет. Давайте мы с вами откроем один из них. Я думаю, что это будет пепельный, и попробуем хотя бы на руке его. Дело в том, что брови у меня сейчас накрашены, к сожалению, не представляется возможным накрасить их заново. Так что, о боже. Как всегда, вы знаете, некоторые так закрывают свою косметику, что как ее открыть, это вообще непонятно. Придется сейчас где-то искать пинцет и открывать при помощи пинцета. Сейчас я открою и вернусь к вам. Так, пинцет был благополучно найден. И давайте откроем, собственно, сам карандашик. Так, посмотрим, как он выглядит. Не удивляйтесь, почему я его сначала понюхала, потому что иногда у вот этих карандашей для бровей есть какой-то специфический запах. Не конкретно у ифроше, а вот, например, у мейбелин я довольно часто это замечала. Это неплохо и нехорошо, просто он есть. Так, сам карандаш. Вообще-то он не такой уж сильно пигментированный, но достаточно хорошо наносится. И, знаете, он немножко такой сухенький. Прям вот, да, суховатый карандаш. Но пока не знаю, пока не знаю, нравится мне это или нет. Не вижу, чтобы он прям так хорошо растушевывался. По-моему, он не очень хорошо тушуется. Ну ладно, попробую его потом на себе и вам обязательно расскажу про результаты. Пока что я, честно скажу, не в восторге от него. Но надеюсь, что в будущем он мне больше понравится. Дальше у нас вот такие вот новые гели для бровей. Это, конечно, очень здорово, что и фрошай они появились. Посмотрите, здесь какая маленькая щетка для нанесения. И, насколько я понимаю, в составе этого геля нет каких-то частичек, то есть синтетических волокон. Он просто вот окрашивает брови. Очень хороший оттенок. Это оттенок пепельный. Эти гели для бровей также выпущены в трех оттенках. Пепельный, шатен и брюнет. И, в принципе, вот выглядит он на руке очень хорошо. Потому что цвет действительно прямо отличный. Тоже буду его пробовать. Я думаю, что в следующем видео, где будет какой-то макияж, мы обязательно с вами именно его потестируем на мне. И вы уже увидите, как он будет выглядеть конкретно на бровях. Но, во всяком случае, я рада, что появились вот такие новинки, что линейка именно средств для бровей как-то расширилась. Потому что, ну, раньше как бы в Эфраше был единственный карандаш. И этого было явно недостаточно. Что у нас здесь дальше? А дальше у нас матовые помады. Вы представляете, у Эфраше наконец-то появились и жидкие матовые помады. Вот так они выглядят. И называются они Grand Rouge Elixir. Я открыла уже одну из них. Всего их будет 12 оттенков. У меня здесь их 6. Давайте я вам их тоже покажу. Вот так выглядят те 6, которые есть у меня. Ну, давайте, собственно, одну из помад уже потестируем у меня на губах, чтобы получить какое-то представление о том, что получается в результате. Она вообще, кстати, не имеет никакого аромата. И у нее достаточно интересный такой необычный аппликатор. Надеюсь, что с помощью этого аппликатора она будет хорошо наноситься на губы. Вы знаете, выбрать такой яркий оттенок, это было, конечно, смело с моей стороны. Просто потому, что, несмотря на то, что аппликатор действительно очень удобный, он такой тоненький, и с его помощью вы можете провести достаточно четкую линию. Все равно такой темный оттенок, он требует некоторых дополнительных действий. Потому что, ну, его довольно сложно нанести ровно. В общем, вот что получилось в результате. Пока что это, конечно, никакой не матовый финиш. Я думаю, что либо он подсохнет через некоторое время, либо мы его просто промокнем салфеткой, чтобы он побыстрее приобрел какой-то матовый эффект. Давайте выберем все-таки первый вариант, чтобы он подсох самостоятельно. А пока я вам покажу, наверное, гвоздь сегодняшней программы. Это новую лимитированную палетку теней. Вот ее я еще не пробовала. Я ее только открыла и посмотрела на нее. Так что давайте сделаем свочи с вами вместе. Итак, вот таким образом выглядит эта палетка. И, насколько я понимаю, из описания, которое здесь есть на задней стороне, здесь находятся, в принципе, те оттенки, которые есть в обыкновенной линейке и фрошей, именно их однушек. Это немножко меня расстраивает. Опять же, пометуя о том, что я их в свое время поругала, но они здесь, соответственно, в более таком маленьком, компактном формате. И здесь есть матовые оттенки, сияющие оттенки и перламутровые оттенки. Напоминаю, что в понимании и фраше это все вот немножко так, немного не так выглядит, как в моем понимании. То есть перламутровый у них, это, насколько я помню, именно сатиновый, а сияющий это, по их мнению, шиммерный. Но, в общем, давайте вместе ее откроем и сделаем пару свочей. Мне это чуть-чуть напоминает палетки из Sephora и некоторые палетки, которые можно найти на Алиэкспресс. Но, в принципе, это такая типичная история для таких огромных наборных палеток. Давайте нанесем на руку, вот, наверное, вот этот вот оттенок, такой серый с интересным шиммером. Достаточно пигментированный, достаточно мягкий. Голубой оттенок сатиновый. В понимании и фраше он, наверное, перламутровый. Тоже достаточно пигментированный. И, знаете, недавно я то ли где-то вычитала, то ли услышала такую фразу, что лучше всего проверять качество палетки по самому темному матовому оттенку. Если он хорошо выглядит на коже, даже на свочек, значит, он, скорее всего, хорошо будет выглядеть на глазах. Я думаю, что для этой цели мы выберем вот такой вот темно-синий оттенок. И я надеюсь, что он сейчас, знаете, так не скатается комочками у меня на руке, и все с ним будет в порядке. Итак, смотрим. Нет, выглядит он достаточно хорошо. Но, вы знаете, я думаю, что когда вы будете его растушевывать, он немножко будет уже не такой интенсивный, каким он кажется. Он вот растушевывается немножко так вот больше в какой-то серый цвет. Ну что ж, палетка, судя по всему, лучше, чем я ожидала. Оттенки достаточно пигментированные, в отличие от тех же однушек, которые иногда попадаются, ну, очень, так, знаете, так себе у них с пигментацией. И будем, опять же, тестировать ее дальше. Пожалуйста, напишите в комментариях, какие конкретно средства из сегодняшнего ролика вы хотели бы, чтобы я протестировала. И с удовольствием мы с вами... Я это для вас сделаю. Мы с вами с удовольствием вместе это сделаем. Итак, сейчас я вытру все это безобразие, которое у меня осталось на руках. Они, господи, они как будто еще и стойкие, потому что даже салфеткой они не стираются. И сейчас проверим, что у нас с губами. Итак, губы. Я что-то пока что не вижу никакого матового финиша. По-моему, он до сих пор остается слегка сияющим сатиновым. Давайте сейчас промокнем салфеткой и посмотрим, что получится. Ну, дальше, даже после промокания салфеткой он не становится до конца матовым. У него все равно такой остается явно блеск. Ладно, хорошо, давайте теперь попробуем просто стереть эту помаду и посмотрим, насколько она стойкая. Ну, в общем, вот что получается после того, как я провела по губам салфеткой. И вы можете видеть, по этой стороне я провела салфеткой, и она все-таки стерлась. Хотя она явно въедается в губы и оставляет вот этот вот такой темный оттенок. Это совершенно нормально для матовой помады. И, кстати, к плюсам хочу отнести то, что она очень комфортно наносится, даже не плешивит. То есть, смотрите, такой был темный оттенок. И, по идее, очень у многих марок подобные оттенки начинают либо ложиться неравномерно, либо ложиться комками. Этот ложился очень хорошо, и даже когда я его стерла, он как-то не оторвался такими комочками, а именно стерся очень равномерно. Я думаю, это одна из тех помад, которые будут вот так вот просто у вас постепенно-постепенно равномерно сходить с губ. Ну и, в общем, да, то, что она оставляет въевшийся цвет, это нормально для таких ярких оттенков. Пока что мне очень она понравилась. Мне понравилось, что она просто суперкомфортная по ощущениям. То есть, никакого вот ощущения стянутости. Хотя, конечно, мы с вами ее где-то, не знаю, минуты, наверное, 4 на губах держали. Но за эти 4 минуты я абсолютно не почувствовала никакой стянутости, никакой сухости на губах. Но справедливости ради она так и не стала. Абсолютно матовой. Ну что ж, будем тестировать дальше. Пока что, мне кажется, эта новинка очень-очень достойная. И, кстати, вот эти помады, насколько я понимаю, они войдут в постоянную коллекцию. Ну и, в общем, на этом моменте с вот такими половинчатыми губами. О, боже мой! В каких только я видах уже перед вами не появлялась. И с половину накрашенным лицом, и со стертыми губами, и с какой-то ужасной помадой, и с хорошей помадой, и с там, не знаю, с бешеными тенями. Мы с вами прощаемся. Спасибо вам за просмотр этого видео. И, кстати, если у вас возник вопрос, спонсировано ли это видео, то оно не спонсированное. Вы всегда можете проверить эту информацию в инфобоксе, потому что, если видео спонсировано, я всегда об этом пишу. И если вы хотите узнать, почему, зачем и как компании присылают блогерам пиар-рассылки, то посмотрите видео, которое будет в инфобоксе под этим роликом. Я оставлю на него ссылку. Вот, на этом я заканчиваю. Спасибо вам большое, что вы посмотрели этот ролик. Я надеюсь, что он вам понравился, что он был для вас интересным и полезным. И не забывайте писать в комментариях свое мнение по разным вопросам. И до скорых встреч на моем канале. Всем пока!